Приветствую вас, дорогие друзья! Рада видеть вас в этом видео. И сегодня я хочу познакомить вас с одним отличным сервисом, который позволит вам создавать яркие, красочные, интересные видеоролики. С его помощью вы сможете создавать такие интересные, например, анимированные заставки для анимации ваших логотипов. Различные интро и запоминающиеся аутро для ваших видео на ваших каналах. Яркие, красочные, запоминающиеся видеопрезентации, отличные слайд-шоу, видеоотзывы, например, текстовые отзывы, переводить в видеоотзывы. Это тоже смотрится просто отлично. И даже просто можете с нуля монтировать видео свое собственное с добавлением каких-то элементов с этого сервиса. Сервис, на самом деле, отличный, превосходный. И я посчитала просто необходимым познакомить вас сегодня с ним. И, друзья мои, еще один момент. Не торопитесь регистрироваться. У меня для вас есть маленький приятный презент, но о нем позже. А сейчас давайте перейдем к знакомству с этим интересным видеосервисом. А еще хочу сказать, друзья, что на этом сервисе можно делать классные трейлеры для ваших каналов. Итак, друзья, сервис называется InVideo. Этот сервис у нас на английском языке, но не переживайте, он, в принципе, интуитивно очень понятен. Если вы воспользуетесь им один или два раза, вы уже к нему привыкнете и все поймете. Я же сейчас со своей стороны познакомлю вас с ним. И я думаю, что у вас, если и останутся вопросы, то немного. Итак, сразу после регистрации вы попадете на вот такую вот страничку, где вы увидите, собственно, логотип и ссылку на главную страницу. Далее у нас идут категории, в которых мы можем выбрать ту категорию, в которой будем работать. Контент здесь. Что-то можете почитать, посмотреть, но, в принципе, я особо не заинтересовалась. И tutorials есть. Это уроки, видеоуроки. Но там, в принципе, все довольно однотипно. И я думаю, что после моего видео, в принципе, эти уроки вам не понадобятся. Далее. Здесь мы с вами, если перейдем сюда, то увидим те проекты, которые мы с вами ранее, скажем так, лайкнули. То есть выбрали в излюбленных. Здесь будет папка с проектами. Мы перейдем на папочку с нашими проектами, с которыми мы уже работали. Ну и здесь в профиле что-то будет меняться у вас, или вы можете работать прямо с командой. Здесь мы будем видеть с вами после того, как уже поработаем в этом сервисе, мы будем видеть с вами те проекты, в которых мы с вами работали. И мы можем перейти быстро к редактированию того или иного проекта. Далее. Ниже мы с вами увидим три вот такие вот вкладки, которые позволяют нам с вами определиться с тем, что нам нужно. То есть мы можем либо все шаблоны здесь просматривать, можем либо текст на видео, или создать новый чистый проект, в котором мы будем с вами работать. То есть проект с нуля. Далее идет вот такая вот у нас строка поиска. Здесь мы можем вбить какой-то ключевой запрос, по которому отсеются нужные нам заготовки. Например, интро, отзывы, слайд-шоу и так далее и тому подобное. Но понятное дело, что это все дело будет нужно вводить по-английски. И ниже, что важно, у нас есть вот такие вот три заготовки. Такое вот как для YouTube-плеера или плеер на компьютере, да, 16 к 9. Либо можем выбрать квадратный один к одному для того же Instagram, например. Или с вертикальным можем работать. То есть это 9 к 16, прямо противоположный вид широкоформатного 16 к 9. Ну и все. С основными настройками здесь покончено. Я выбрала 16 к 9, как вы видите. Он у меня активен. Здесь очень-очень много различных заготовок, шаблонов. Действительно, смотрится это все очень ярко, интересно. Например, вот такие вот моменты, чтобы нам с вами создать, нам надо с вами изучать либо моушн-графику, либо долго планировать и реализовывать это в каких-то программах видеомонтажа. А здесь все очень просто. Здесь все уже реализовано. Вам останется, ребята, только просто вбить свои данные. Не буду вам все это сейчас показывать, все заготовки. Вы просто сможете сами сюда перейти на этот ресурс и ознакомиться со всем тем, что здесь есть. Ну а сейчас я хочу познакомить вас с редактором этого сервиса поближе, потому что это основной инструмент, в котором вы будете работать с вашими роликами. Сейчас я выберу любой понравившийся мне проект, например, вот этот вот тревел-шаблон. Предположим, да, он мне понравился, я его выбираю, и для того, чтобы выбрать его для редактирования, мы нажимаем на вот эту вот синюю кнопку. Сейчас нас программа перекинет в редактор, в котором, собственно, и будет происходить все самое основное. Из чего состоит этот редактор? У нас есть таймлайн, на котором размещены сцены. То есть здесь все состоит из сцен. Вы должны это понимать. То есть вот у нас одна активная сцена подсвечена, вот это вот будет вторая сцена, третья, четвертая и так далее. Количество сцен ограничивается только, ну, наверное, вашей фантазией или вашими потребностями. На таймлайне мы с вами можем расположить, как я уже сказала, сцены, музыкальную дорожку, голос записанный, аудиодорожку. Кстати, по поводу записи голоса сразу оговорюсь, чтобы потом к этому не возвращаться. Мы можем с вами либо добавить просто сюда трек с записанным голосом, либо сделать запись прямо из этого сервиса. Также есть возможность из текста сделать аудиоозвучку. В русском языке это будет, по-моему, только один вариант женского голоса, один мужского. Но, если честно, мне этот вариант не очень нравится, потому что слушаются такие записи обычно не очень естественно. Если вам подходит, то можете пользоваться этой функцией вполне. Далее, кроме таймлайна, мы здесь видим с вами вот эту вот левую область, где мы можем выбирать сцены, templates на вкладке, да. Вкладка uploads, если переходим на нее, здесь будут показаны загруженные вами файлы для работы в ваших проектах. Вы можете сюда загружать видеоролики, картинки, запись голоса вашего, музыкальные ваши файлы, то есть все, что вам необходимо будет для работы. На вкладке видео мы также видим различные видеозаготовки, футажи, которые мы можем применять. А также вы можете, как я уже говорила, загружать сюда свои собственные видео, с которыми будете дальше работать. На вкладке изображения, соответственно, то же самое. Здесь будут какие-то премиум, и не только премиум изображения, с которыми вы можете работать. И также загружать свои собственные. Мьюзик, соответственно, то же самое. Здесь будет музыка из библиотеки самого сервиса. Или же вы можете сюда загружать свои собственные выбранные вами royalty-free композиции и использовать их в своих проектах. Вкладка «Текст». Соответственно, здесь мы можем с вами выбирать либо какие-то предзаготовки текстовые, либо просто добавлять текст и анимировать его через свойства текста. «Лого». Здесь вы можете загрузить свой логотип. Видите, я уже загрузила сюда для примера свой логотип. И этот логотип вы сможете добавлять на ваши видеоролики. Ну и дальше папка «Folders». Вы можете создавать свои собственные папки и работать уже внутри них. Здесь мы видим по центру окно, скажем так, предпросмотра, где мы будем видеть, собственно, все, что мы меняем в проекте, какие изменения вносим. И справа у нас есть раздел как бы со свойствами каждого из элементов. И именно в этом разделе мы будем вносить все необходимые изменения. Мы видим, здесь есть вкладка «Edit» и есть здесь вкладка «Layers», как бы слои, которые использованы в каждой из сцен. Каждая из сцен, хочу вам сразу сказать, состоит из нескольких слоев. То есть здесь нет такого, как в «Вегасе», например, или в другой монтажной программе, что у вас несколько дорожек, и они как бы все отображены сразу, то есть все на виду. Здесь как бы несколько дорожек скрываются в каждой сцене. То есть может быть это даже где-то удобно. Если вы привыкнете работать так, то я уверена, вам это будет очень удобно. Каждая сцена, вот если мы с вами возьмем одну из сцен и кликнем, сделаем ее активной, мы видим ее продолжительность. Продолжительность сцены мы, кстати, можем очень просто менять, зажав левую клавишу мыши. Вот здесь, когда образуется двусторонне направленная такая стрелочка, мы можем вот так вот легко менять длительность каждой из сцен. Или же здесь можем вручную поменять это числовое значение на нужное нам. Здесь мы можем удалить сцену, мы можем ее скопировать и внести далее какие-то изменения. И также вот есть вкладочка Timeline, то есть это таймлайн конкретно этой сцены, то есть все содержимое этой сцены. Если мы на него нажмем, то нас перебросит именно как бы внутрь содержания этой конкретной сцены. И здесь мы увидим несколько слоев, которые в ней содержатся. Это могут быть текстовые слои, это могут быть слои изображений. И здесь мы можем видеть продолжительность каждого из слоев. То есть, смотрите, все очень просто. Допустим, я перевожу курсор в самое начало, и мы видим, что в какой момент начинает появляться. Плюс ко всему каждый из слоев подписан. Мы видим. Вот у нас появляется рамка. Далее у нас появляется текст. Следующий текст. И вот это все то, что содержится в конкретной данной сцене. И здесь мы тоже можем менять продолжительность каждой из сцен, появление, исчезание и так далее и тому подобное. Чтобы выйти из редактора содержимого каждой этой сцены, нам достаточно нажать вот сюда, вот на эту вот стрелочку. Все, мы снова попадаем на общий таймлайн. По-моему, очень все просто. Чтобы просмотреть, проиграть то, что у нас содержится на таймлайне, мы можем, либо нажав на вот эту вот кнопку play, либо просто курсором, как, собственно, это делаю я и в Вегасе. Чтобы сэкономить время, я не буду проигрывать весь ролик. Сейчас я покажу вам просто, как можно вносить изменения. Ну вот, допустим, перейдем с вами на первую сцену. Здесь у нас, как мы уже выяснили, с вами несколько слоев есть. И что сделать, если нам, например, нужно добавить логотип? Начнем с простого. Мы видим, что здесь есть место для логотипа. Просто переходим в папку «Слога» и двойным щелчком мышки выбираем наш логотип. После чего наш логотип добавляется на ролик, и он будет длиться на протяжении всего проигрывания видео. Но, как мы видим, также здесь есть возможность добавить логотип либо на все сцены, то есть на всю продолжительность видео, также и на какую-то конкретную сцену. Далее. Допустим, нам нужно с вами поменять текст. Ну, то есть нам понадобится поменять текст. Что нам нужно для этого сделать? Мы с вами выделяем конкретный текстовый слой с тем текстом, который нам нужно изменить. Выделяем этот текст и вписываем свой. Так, ребята, сразу еще хочу сказать вам, что здесь есть большое количество шрифтов, но русскоязычных шрифтов здесь будет немного. Но здесь, по крайней мере, в премиум-аккаунте, я знаю точно, что есть возможность загружать шрифты. Вот, свои собственные. Однако сделаю маленькую такую оговорку, что я пробовала загружать некоторые шрифты, и некоторые из них загрузились успешно вполне, да, с ними можно работать, а некоторые не загрузились. Не могу знать, в чем конкретно здесь проблема, но я думаю, что она со временем может быть как-то устранится. А для того, чтобы загрузить шрифт, нам достаточно кликнуть вот на эту вот кнопку, выбрать необходимый шрифт. Из списка шрифтов, которые должны быть у вас на компьютере, уже скачаны. И просто выбрать этот шрифт, открыть, и он загрузится, и далее вы сможете с ним работать, если все будет успешно. Для того, чтобы поменять шрифт, нам нужно перейти вот в этот раздел и выбрать шрифт, с которым мы можем с вами работать. Если вы работаете с кириллицей, то есть с русским языком, то вам нужно будет выбрать именно тот шрифт, который работает с кириллицей. Также вы у этого текста можете поменять прочие свойства. Это размер шрифта, линия высоты шрифта, расположение его, жирность, если позволяет это делать шрифт. Вы можете поменять цвет этого текста, добавить ему тень, прозрачность, непрозрачность и так далее, и тому подобное. Анимировать, кстати, текст тоже вы можете здесь, на вкладке настроек этого текста, то есть как он будет появляться, как он будет исчезать. Это все настраивается здесь. Также хочу отметить, что вот здесь на этой вкладке Change Project Colors вы можете поменять общие настройки данного проекта, цветовые настройки, потому что у каждого проекта есть какие-то свои цвета по умолчанию, и если у вас есть какие-то брендовые цвета, то вот здесь вы можете их переназначить. Сейчас я выберу второй текст и поменяю его. Выделю, поменяю шрифт. Красоты сейчас особо наводить не буду, то есть сочетание шрифтов, цветов и всего прочего я настраивать не буду, я просто хочу показать, как это все работает. Ну вот здесь основные настройки мы с вами внесли в этой сцене, то есть мы поменяли текст, по крайней мере, добавили логотип, и вот как это все будет смотреться. Ну, я думаю, вы поняли, как это все работает, то есть на любой из сцен мы можем перейти к настройкам конкретного элемента, выделив его, и внести необходимые изменения по цвету, по шрифту, если это текст. Мы можем также менять изображение, видео, выделив конкретную область для изменения, и поменять данный конкретный элемент, выбрав из своих собственных, загруженных вами. Ну, как вариант. Ну и, как я уже говорила, мы можем перейти в таймлайн самой сцены, то есть содержимое этой сцены, и поменять, например, какие-то переходы здесь переназначить каким-то элементом, или их продолжительность переназначить. Здесь вы можете, кстати, добавлять сцены, выбрав сейчас момент. Допустим, нам нужно добавить сцену. Мы с вами можем выбрать чистую сцену, ну, как бы с полного нуля, либо какой-то... Допустим, выбираем заготовку. Заготовка может быть абсолютно из другой даже оперы. Можем даже отсюда ее выбрать, добавить на наш таймлайн и работать уже непосредственно с ней. И я вам очень рекомендую познакомиться с этим сервисом поближе. Он позволяет реализовывать очень интересные задумки или вообще делать ролики, которые, как вам лично казалось, вы никогда бы сделать, может быть, даже не смогли. Ну, а когда у вас все будет уже готово, предположим, что у меня уже все готово, то для того, чтобы вывести видео, вам нужно будет нажать на вот эту вот кнопку, которая позволяет нам либо скачать наш ролик на компьютер, либо можете поделиться ссылкой на него. Здесь мы выбираем, с каким конкретно соотношением сторон мы будем его скачивать. То есть это будет Full HD или просто HD качество. Допустим, у меня, пускай это будет Full HD. Я выбираю экспорт. Нас сейчас перекинет на страницу, где это видео должно будет отрендериться, скажем так. То есть нужно будет вам подождать какое-то время, пока это видео просчитается, отрендерится, и только после этого вы уже сможете нажать на кнопку Download и скачать это видео на ваш компьютер. Сейчас хочу оговориться вот о чем, друзья. Когда вы перейдете на этот сервис, при регистрации у вас будет возможность выбрать какой-то из тарифных планов. Сервис, понятное дело, платный. У вас будет также возможность потестировать данный сервис на бесплатном тарифном плане. Но там, конечно же, будут какие-то ограничения, одним из которых будет то, что у вас на видео будет присутствовать водяной знак сервиса. Ну, а сейчас о приятном. Я обещала вам подарок, и я вам его дарю. Друзья, в описании под этим видео я оставлю ссылку на сервис и купон. Обратите внимание, вам нужно будет перейти по этой ссылке, зарегистрироваться на сервисе, и если он вам понравится, и вы решите им пользоваться уже по полной программе, то при оплате введите тот купон, который я также оставлю в описании под этим видео, и тогда разработчики дадут вам скидку в 25% на пользование сервисом. По-моему, это очень даже неплохо. Мне кажется, что этот сервис вам должен понравиться. Интуитивно здесь все очень ясно, понятно. Если вы один-два ролика сами таким вот образом под себя переделаете, то вы поймете, что работать с этим сервисом очень легко, и я очень надеюсь, что это видео было вам полезно, и я очень надеюсь, что вы с его помощью сможете делать классные, интересные, зрелищные, привлекательные видеоролики. Ну, а на этом я буду заканчивать. Была рада встрече с вами в этом видео, и буду рада встрече во всех прочих последующих видеороликах. Удачи вам в творчестве, и пока-пока!